всем большой привет сегодня у нас сразу два способа как вкусно приготовить мясо на мангале чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы лайкните это видео и подпишитесь на канал приятного просмотра первый способ вкуснейший люля кебаб 800 граммов репчатого лука режем произвольными кусочками а затем пропускаем его через мясорубку с крупной решеткой причем прокручивать нужно сразу на сито чтобы убрать лишний сок дополнительно отжимаем лук еще и руками дальше отправляем его в мясной фарш вес которого два с половиной килограмма добавляем туда одну столовую ложку соли 2 чайных ложки молотой зиры 2 чайных ложки кориандра пол чайной ложки красного острого перца столько же черного перца 1 чайную ложку сладкой паприки и начинаем хорошо вымешивать руками делать это нужно интенсивно и длительно минут 10-15 пока фарш не станет вязким мясо должно быть перемолото на мясорубке с крупной решеткой и обязательно холодным чтобы ускорить процесс фарш можно немного отбить когда мы добьемся вязкости фарша добавляем в него измельченный пучок свежей кинзы хорошо перемешиваем и начинаем усиленно отбивать получившуюся массу от того насколько хорошо мы отобьем фарш будет зависеть удержится он на шампура или отвалится поэтому на данном этапе экономить силы и время не стоит готовность фарша проверяем таким образом формируем котлету одеваем ее на палец и крутим рукой в разные стороны если мясо осталось на пальце значит фарш готов накрываем его пищевой пленкой и отправляем в холодильник не меньше чем на 2-3 часа перевозить фарш нужно в термосумке так как теплый фарш на шампурах не удержится из холодного фарша формируем котлеты весом примерно по 100-120 граммов каждой при этом котлетки хорошо отбиваем руками чтобы из фарша ушел воздух дальше берем холодный шампур одну котлету и быстро обжимаем фарш вокруг шампура пальцами стараемся распределить мясо равномерным слоем руку периодически смачиваем холодной водой шампур в процессе прокручиваем края фарша подравниваем и хорошо прижимаем к шампуру жарим люля кебаб на очень горячих углях допускается даже небольшой огонек иначе если мясо будет нагреваться медленно фарш отвалится от шампуров люляки жарятся очень быстро минут 10 будет достаточно в процессе жарки их нужно переворачивать из стороны в сторону из указанного количества продуктов получается 20-25 штук люля кебаб поэтому жарить их придется в несколько подходов фарш все это время должен находиться в термосумке шампура перед очередной партией нужно охлаждать водой чтобы снять люля с шампура достаточно слегка прокрутить его рукой и потянуть вот и все сочные и очень вкусные люля кебаб на мангале готовы приятного аппетита теперь второй способ сочный шашлык берем два с половиной килограмма свежей незамороженной свинины лучше всего подойдет яблочко разрезаем его вдоль волокон на полоски шириной примерно 5 сантиметров затем каждую полоску мяса нарезаем поперек волокон на порционные куски весом примерно 50 60 граммов дальше берем 800 граммов репчатого лука небольшого размера делим его на две примерно равные части затем одну часть нарезаем кружочками а вторую произвольными кусочками и пропускаем эту часть через мясорубку с мелкой решеткой теперь добавляем к мясу 3 чайных ложки с горкой соли одну чайную ложку без горки черного молотого перца одну чайную ложку сладкой паприки столько же сушеного базилика перемолотый лук и хорошо перемешиваем затем добавляем кружочки лука еще раз аккуратно перемешиваем чтобы кольца остались целыми а в конце вливаем 100 150 миллилитров воды комнатной температуры так специи лучше растворяться и проникнут в мясо закрываем миску пищевой пленкой и отправляем в холодильник желательно не меньше чем на сутки за это время мясо несколько раз перемешиваем примерно за час до жарки вливаем мясо 70 миллилитров подсолнечного масла перемешиваем и для более удобной транспортировки перекладываем лоток с крышкой дальше насаживаем мясо на шампура чередуя его с луком нанизывать кусочки нужно вдоль волокон без промежутков но и не слишком прижимая их друг другу затем выставляем шампура с мясом на мангал с умеренным жаром и готовим шашлык примерно полчаса при этом время от времени переворачиваем его и поливаем пивом можно также поливать сухим вином или минеральной водой вот и все вкусный очень сочный шашлык из свинины готов приятного аппетита если вам понравились рецепты мяса на мангале ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях